Я Валентин Томашевский, приветствую вас все на канале. И хочу сегодня представить совершенно новую игру War Tales. Игра еще не доделана, в данный момент есть только демка. Будет она выпущена в 2021 году, дата неизвестна. На релизе ожидается русский интерфейс и субтитры, и это очень классно. Потому что игра крайне интересная, как видите, тут схожа с тем, что вы играли. И выбранные игры, ни много ни мало, Волхейм и Маунт энд Блэйд 2 Баннер Лорд. Вот такая интересная игра, и мы сейчас немедленно ее посмотрим. Играл я в нее всего лишь 89 минут, еще не сильно разбираюсь, но думаю мы что-нибудь справимся. В данный момент доступно только два языка, английский и французский. И мы берем английский, по французскому не очень, начинаем на нормале. Нас интересует рассмотреть геймплей, поучиться в нее играть, и что это за зверушка такая. Нам рады представить первую версию, тролевали, в общем. Это всего лишь бета, ничего не делайте. Итак, бежим, какие-то цветочки видим. Цветочки подняли, какие-то камушки видим, мужики зеленые. Это учитель будет у нас сейчас. Ага, что-то мужики зеленые резко стали красными. Ну окей, итак, мы имеем первые уровни бандиты. Один бандит, один какой-то карманник. Это вне закона. У нас есть плюс два настроения. И здесь мы можем сразу расставлять наших товарищей. Бой походовый, в отличие от Маунтенблейд и Вальхейма. Че тут Маунтенблейд и Вальхеймовского, даже не представляю. Так, у нас есть рожа, у нас есть лучник. И мечник, и лучник. Так, а ты как-то, а сможешь ли ты добежать-то? Давай мы его с местами поменяем. Ну вот как-то так. Поехали. Точнет бой товарищ мечник, который подбежит со всей дури к товарищу. Как заорет на него. Ах, нет, право. Он еще не умеет никаких таунтов. Ну, в общем, он связал его боем. Сейчас противник просто так из боя не может выйти, потому что он получит халявную атаку от нас. А воришка, как обычно, бежим со спины. У нас есть стаб. И, соответственно, если мы со спины бьем, то у нас критует. Крит слабенький, видимо, такой себе у нас товарищ. Он не связан боем, поэтому можем немножко отойти. Следующий. А следующий ходил противник. Отравил нашего воина. Ну, то он еще даже броню не снял. Так что бой наш чувствует себя чисто, прекрасно и свободно. Лучники пусть устроят между собой дуэль. А что-то я не думаю, что он отсюда попадет. На какое расстояние он стреляет вообще? Может, этого добить? Сто процентов. Ах, давайте этого добьем. Отлично. И когда гальванизация происходит, когда половина команды перебиваем противника, урон увеличится на 2%. Побежали навстречу. Что мы можем еще сделать? Ярость. Еще увеличить урон. Но против последнего нечия нам тут урон увеличить. Побежали. Я так понимаю, долучника нам никак не достать. Сейчас он кого-нибудь пристрелит нам. 4 брони снял. Это вообще ни о чем. Мы такого не боимся. Или, наверное, мы по старинке давайте. Воином свяжем. Отсюда бежим воином. Свяжем его боем. А по противнику, связанным, бой. А, я, конечно, сходу не нажал. По противнику, связанным, ходом, боем, если бить со спины, то двойной урон. Продима, стрижуете. Ох, какой красота. Вообще, критулечка, и чувак ушел. Так, что мы получили? Газету какую-то. А, это одежда. Остатки людей. Возможно, бесполезно. Однако, их можно что сделать? Съесть. Отремонтируем броню. И поднимем уровень товарищу. Итак, воин брутальный. Наш молотком бьет. От силы урон у него. Тогда силу и поднимем. Как-то очень мало у него силы. Девять всего лишь. Такой себе у нас воин. Так, какая-то деревня. Поехали в деревню. Ох, тут что-то интереснее. Это всего лишь конюшни. Я здесь уже был. Здесь мужик коней продает, если что. Так, вот здесь какая-то бочечка. Пошли следом. Еще пять тканей. Что-нибудь еще здесь есть. Гляньте, какие местность красивая. Как выглядит все тра... О! Твяточки. И вот деревня. Деревня. Дымочки поднимаются над ней. Стромкап. Пошли в эту деревню зайдем. Посмотрим, что здесь есть. Так, мы вошли в деревню. Здесь по очереди рынок. Давайте кузница. У нас есть 64 монеты. Все лишь. Крайне мало. Кузница. Так, кто будет кузнецом? Все без профессии. Правая кнопка кликнуть и выбрать профессию. Так, это лучник, рейндж, сводсман. О! Сводсман. Итак, кузнец получит силу плюс один. Да, то, что надо. Ну и теперь с куйном куйню какую-нибудь. Две кожи надо. Ткани хватает. А щит, чтобы сделать? Два дерева не хватает. То есть, за что ни возьмись. Что нам что-то не хватает. Сам кузнец, что может сказать? Что-то у него украсть можно. Это не наша тема. Можно отремонтировать. Можно прикупить немножко детали для ремонта. Пока 64 монеты у нас. Мы можем только наняться. Агутцы сторожить. Аптека. В аптеке есть. Можно получить профессию алхимика. Алхимик. Профессия алхимика дает плюс один к ловкости. Соответственно, вот этот лучник стал алхимиком. И где-то у нас еще рейнджер есть. А этот рейнджер также стал. Два алхимика у нас появилось. Вот этот будет что-то крафтить. Крафтить он может медицину. Цветочки камфреи у нас есть. Пустые бутылки у нас появятся. После того, как мы используем медицину. А нам нужны какие-то снежные ирисы. Это будет позже. Товарищ доктор, что вы продаете? Моя медицина может лечить основные ранки. У нее есть бутылки. Есть банки. Медицина стоит 26. Да, придется пока обходиться той, что дали на старте. Так, это были тут-тут. И теперь, собственно, таверна. Что у нас есть в таверне? Так, у нас есть в таверне какая-то Лугна. Наемник явно. Айдик. Наемник. Эмиссарджени. Да. Без бутылки не прочтешь. Ищешь работу? Да. Ее родимую я ищу. Итак, у нас есть легкий квест на 145. Легкий на 165. И мы так и сделаем. Берем легкий. Все мы можем взять три квеста. Они потом обновляются. Давайте сразу два брать. И видите, стрелочкой показывает на карте, где он будет находиться. Так, соответственно, этот на юге, этот на востоке. Больше он нам ничего не скажет. Пошли к господину Антику. Он продает пирог за 26 монет. Который всего лишь как бы 7 фуда. Но с другой стороны, на 30% он продлевает. Так что это технически 9 фуда. В общем, берем пирог. Да. И говорит, почаще заходить. Так мы всегда, да. И давайте посмотрим, кто такие. Лугна. Это... Хотела бы исследовать новые места. Нанять мы ее не можем. Вилы. Серьезно. Это копейщик первого уровня. Копейщиков я еще не видел. Не представляю, кто такие. Тоже у них параметр сила. Хорошо. Оставим ее здесь. Этот товарищ у нас... Это... Это воин первого уровня. С какой-то дверью. Броня есть немножко. И ржавый топор. Хреново, конечно. Он экипировал первого уровня. Ничего интересного. Будем своими силами обходиться пока. Так. И мы не были на рынке. Пошли на рынок. Что здесь на рынке есть? Аныл какой-то. Торгует всякой всячиной. Капуста по 3, 1 еды. Виноград по 3, 1 еды. Пока у нас еды на 2 дня, наверное, хватит. Ты что можешь предложить? А это мясные товары. Ох, какое сальце красивое. О, венесон со скидкой. Давай, наверное, возьмем парочку. Точнее 3. Айти по 6. Соль. Соль пока непонятно. Зачем? Товар, что ли? Вот. Итак, есть Биогниан. Давайте с ним поговорим. Поделитесь со мной немножко еды. То есть мы дадим ему еды. Получим 5 славы. А, вполне себе. Нормально. И сделаем доброе дело. И получим, точнее, влияние. А ты, товарищ, что хочешь? Вот, полировать броню. Пожалуйста, я голоден. Ну, давай. 10 монет. Блин, 10 монет это актуально. У нас пока нет. Вдруг жище. Мы тебя в следующий раз наймем. Так, здесь специи. Это торговые товары. Так, компонент одежда. Так, компонент какая-то смазка. Компонент веревка. Веревка. Это интересно, конечно. Но у нас совсем денег нет. Нечего тут даже рассматривать. Что-то все валим. Так. Все. Покидаем эту деревню. И жмем кнопку М. И смотрим на карте. Что тут у нас. Так. Вот мы где находимся. Здесь мы стартовали. Какой-то вопросительный знак. Вот 165 монет. Вот 145. Пойдем сначала сюда. Так. Куда-то не кликаешь. Кликать. Ни смысла нету. Идем ногами тогда. Здесь что-нибудь еще появилось. Нет. Не появилось. Ну и давайте зайдем в эти конюшни. Что там нам мужик предложит. Али кто там. Почему я решил, что там мужик. Пони. Можно поговорить с пони. Отлично. Давно я с лошадью не разговаривал. Исследовать ее можно. А. То есть это просто наемник наш получается. Точно так же. Навык у нее есть. Пинаться с ноги. Вот. И она. В отличие от наемников бесплатно. Чтобы нанять ее надо заплатить 150 монет. Ясно. Понятно. А какая-то бочка зеленая. И бочка не зеленая. Кожа здесь. Можно украсть что-нибудь. Вторая бочка зеленая. Что в зеленой бочке? Тоже как бы компоненты. Компоненты копеечные. Тратить с ней. О. Уже не зеленая. Так. И здесь есть какая-то жаи найт. Я не могу помочь. Бедным лошадкам. Я могу сказать что они не. Не воины. Ну и хрен с ними. Мужми тоже. Горит. Так. Очень говорит. Важно подковывать лошади. Подкованные лошади двигаются на 5% быстрее. Понятно. И надо было бы нам пораньше эти подковы купить. Конечно. Хотя кто знает. Может у нас они и есть. Как тут. И. Это инвентари. Лагерь. Давайте. В лагере посмотрим на нашу коняху. Вот наш конь. Инспект. Пони. Ага. Подков нет у него. Ясно. То есть ему надо бы прикупить было подковы. Ясно. Понятно. Так. У нас есть еще. Ни много ни мало. А. Воркшоп. Мастерская. Давайте кому-нибудь пристроим к мастерской. У тебя профессии нет. Иди за мастерскую. Так. Как же юз. Ага. Вот юз. Он без профессии. И дать ему мастеровой. Тинкерер. Критикал хит плюс 2%. Нет. Подождите. У нас есть другой товарищ. Где наш воришка? Он же рейнджер. А. Так их тут можно кучей. Ладно. Вы за костер. А вы сюда. И теперь. Где профессию получить-то? Ага. Я останусь сюда. Здесь сказать, что рейнджер хочет получить профессию. Выбрать ему тингерер. Вот. Ну то есть несколько профессий может быть. Да. А. Черт. Я не его поставил. Это не рейнджер? Рейнджер. Тогда почему? Должен быть ассанит на воркшоп. Да что ж ты будешь делать? Как же тебе за ассанит-то? Это наверное не рейнджер. Рейнджер левел 1. Брут. Сворцман. Арчер. Ну. А. Это глюк игры. Окей. Вернем назад. И за ассанит. О. Теперь заработал. Мы можем сделать отмычки. Можем сделать котелок. И меньше жрать они начнутся. Это неплохо. Можем сделать тент. Тент. Нехилые требования. А на котелок только железо. И отмычки. Давайте какую-нибудь отмычку сделаем. И он получил 6 опыта. Хорошо. Такое себе конечно маловато. Ага. Мы получили очки знаний. Так. Ну здесь нас больше ничего не сдерживает. Давайте посмотрим что за очки знаний. Погладает учить новые чертежи и какие-то рецепты. Прямо из компендиума. Компендиум. Компендиум. Ран. Можешь несколько секунд бежать. Можно выучить заодно. Каннибализм. Вот зачем трупцы. Ясно. А братство. Наше счастье поднимается удовольствие на один. Также у нас есть еще энвил. Ага. Вот новые рецепты. Соответственно мы сможем изучить острый ножик. О, круто. А вот и что требуется. То есть новичок первого уровня. Пять руды. Один дерево. Не так-то много. Вот дубина такая. Ну вот ножик такой на плюс девять. Нифигово. На третий уровень. То есть нам еще не скоро этот ножик надо. Это общее знание. Пока можно братство. У нас будет хэппинес больше. Вот. Что она делает? А. То есть от хэппинеса зависит от того, уйдут компаньоны или нет. Учиться каннибализму мы не будем. Учиться бегать. Тоже пока рано. Видимо зажмем мы пока для неясности все эти дела. Так. Куда-то нам надо было бежать. На карте был вопросик. Вот сюда мы наверное пойдем. Так. Это вот вдоль леса. Простите. А вдоль леса. Да. Не сюда. Вдоль леса вот сюда надо идти. А вы типа пастфайдингом не обладаете. Ясно? Надо самому тыркать. Они не умеют обходить горы. Вот тебе и раз. Ёба. Ну что мы в лесу сейчас найдем? Волков. Разбойников. О. Пока вижу дерево. Это круче чем волки и разбойники. Сколько там нам надо было? Два дерева. Пуньк. Два дерева. Шикарно. Цветочки. А вот и разбойники. А. Подожди. Это не разбойники. Это наше задание вообще. Может нам поспать надо? А. В чем для слабаков? Ах да. Я забыл. Мы же не можем обойти. Черт возьми. Обходим горы. Пацаны подойдите. Не. Ну серьезно блин. И так. Что у нас? У нас Ингиганг. Уровень 1. Один бандит. Нас отправили сражаться с одни бандитов. Нет. Все таки двоих вижу как минимум. Хорошо. Нас пока четверо насколько я помню. Да. Так. Воин с дверью. Можно спровоцировать. Этот бандит. И собственно этот. Так. Кувалдой бьет по броне. Лучник стреляет здесь. Рейнджер бьет в спину. Все схвачено. Поехали. Как обычно. Бежим вперед. Связываем боем. Хорошо. Следующий. Бежим вперед. Урон по броне повышен. Связываем боем. Опаньки. Существенно броню ему снизили. Противник возит. Повреждает нашу броню дивную. Черт возьми. Так. Ну что. У нас тут. Если вот отсюда будем стрелять товарищу. В спину. Сто процентов. Урон восемь всего лишь. Конечно. Чет урон у него не очень. Так. А этот должен бежать в спину. Главнюку. И бэкстерп. Изображать. Показывай. 15. Шикарно. Так. Мы точно победим. И можем ущипнуть первую помощь оказать. Это что это было? Фига себе. Кровище все залило. Это нам так улупили? Да. А мы просто в спину повторим. Как-то мало. А. Это 15 целых. Но он такой здоровый. Что ему этих 15 вообще пофигу. Да. Забежимся. А. Он отравил всех. И у него всего 4 хп осталось. У нашего товарища. Блин. Ничего себе. Изички за льдание. Так. Урон. Плюс 2. И нас сейчас интересует собственно. А. Ну этот походил. Ой. Нам бы как-то закончить этот бой по-быстрому. Может с гальванизацией мы этого в спину то. Да. И кончим. Все. Больше урон от кровотечения и от ядов не получим. Соответственно. Ух ты. Дублет. Армор плюс 13. Движение плюс 2. Да. Круто повезло. Достали какую-то броню мы. Ну и все тут пострадали. Так. Ремонтируем броню. А. 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 Личилки. Котелек этот. Касселрик. Касселрик. Это наш сворсмак получил уровень. Соответственно. Давайте ему что-нибудь уверим. На третьем уровне у меня будет специализация. Пока просто здоровье. Ой. Не здоровье. А силу. Так. Отвин тоже получил. Это лучник. Декстерите 12. Какое такое низкое декстерите. Давайте. Нам нужно декстерить. А нам нужен урон. Так. И винвилл у нас опять травмирован. Давай лечить. Так. И теперь у нас есть доспех. Легкая броня. Для кого он лучше подойдет? А. Как там не? Ага. Не так наверное. Так. Иди назад получить. И наши хотят уже поспать. Хотите поспать. Это хорошо. Это как раз удачно. Потому что мы хотим пристроить кому-нибудь броню. И так. Рейнджер. Ты броню носишь? Нет. Не может экипировать легкий армор. Отлично. Тогда наверное воин. Один вот такой у нас не может экипировать легкий армор. А лучник и сводсман. Сводсман не может экипировать. И лучник. Та же фигня. То есть им видимо нужно получить какую-то специализацию. получить умение легкая броня. А до сих пор они в каких-то трапках будут ходить. Окей. Ясно. Понятно. Так. И тогда просто собственно спим. Так. Жратвы нам. Это семь жратвы позже. Пока. Хлеб. Хлеб. Колбаска. О. Шерсть евы. Все. Денег пока не надо. Отдыхаем. Отдохнули. И можно возвращаться. А. Какой-то дымочек. Так. Какой-то дымочек. И вопрос мы хотели посмотреть. Пошли на вопрос. Посмотрим. Вот что-то темненькое синеется. Наверное наш вопрос. Нет. Это просто дрова. Вот вопрос. Да. Соленая шахта. Соленая. Так. Как мне зайти? Уговорил. Это. Со звездой. Это полицейские. Так. Стоять. Принадлежит майору Алдрику. Вы не можете просто так вот взять и зайти. Можем им приплатить. Можем напугать. Соответственно. Получим. Вонт. 20-30. Можем приплатить. Убедить. И уйти. Конечно же мы будем ее убедять. Говорит. Нафиг оно кому надо. Ну-ка. Если хотите. То заходите. А. Я знаю. Что здесь будет труда. Вот эти две железные жилы. Что выпали. Они им не дают соль добывать. Соответственно. Давайте посмотрим. Что это у них за соль. Соль опять. Можно только украсть. Ницарское это дело. Красть. И соответственно. Нужно кого-нибудь нам определить сейчас. Новая профессия появилась. Минер. Это шахтер. Шахтер дает конституцию. Плюс два. Да. Наверное. Можно всем брать. Так. Не знаю. Как там. Пока попробуем. Одного только шахтера. А. Рано стукнул. Понял. Вот. Когда зелененькое надо стукать. Ясно. Мини-игра. Я справился или нет? Плюс три руды. Я не справился. Потому что я когда. Прошлый раз играл. Я смог сделать пять. Значит. Лучший результат. Это пять. Давай, Валентин. Старайся. Пять. И рубин. О. Я превзошел себя. Так. Ну что. Больше здесь руды нету. Веревка не поднимается. Бочки пустые. Это только красить можно. И давайте поговорим с насмотрщиком. А. А нам назад. Десять инфлюенсы дали. За то, что мы эту руду расчистили. Поэтому удачно заскочили. Согласитесь. Так. И пойдем там. Дерево. Э. Парни. Дерево не заберете наше. Это эксклюзивно наше дерево. Я надеюсь. А мы тут случайно не. Может нам лучше сначала сюда. пойти потом сюда. По идее у нас все отремонтированы. Все жив. Здарев Орель. Пошли сразу на задание. Какая-то тюрьма нам открылась. У нас есть одна отмычка. Пошли себе. Наемника освободим. Итак. В тюрьме у нас есть. Чермайон спит. Вы кто? Кто? Это говорит. Неправильная юстиция. Говорит. Я требую Треала битвой. Ишь ты. Какой. А кто это? Это брут первого уровня. Фигня какая-то. Ты кто? Тоже невинно осужденный. Я не хочу здесь умереть. Это воин первого уровня. Прям тут со всеми доспехами. Но нам такие товарищи не нужны. Если что. Нам заменить можно лучник каким-нибудь. С декстерити не 10. Рейнджер с декстерити 10. Что ты за несчастье такое? Ты за это и сидишь в тюрьме. И так тебе и надо. Итак. Кандалы. Хухты цепи. Сделаны специально из алазарита. Для того, чтобы заковать преступников после того, как его захватишь. Серьезная вещь. Интересная. Ага. Я могу отдать им преступников. И за это вон тут снизится на 20. О, как интересно. Окей. Что-нибудь продать я им могу. О, мясо, между прочим, мы купили-то по 4, продать по 5. Ну, блин, вшивый бизнес, конечно. Мы не будем таким заниматься. Ясно. То есть в тюрьму сдаются пленников. Если мы покупаем кандалы. О, что-то у нас компендиум хочет от нас. Что-то появилось. Ран, камрада, каннибализм. Да, вроде все и было. Текст. Давайте дальше по карте смотреть. Нам значительно вправо. Погнали вправо. Леса, леса. Так, еды на 2 дня. Опять же кто-нибудь нападет, подгонит еды. О, дезертиры. И... Так, что здесь? 2 хенчмина 2 уровня, 1 рейдер. Это, наверное, видимо, тех, кого я вижу. Еще не факт, что их столько. То есть бой может быть и больше. Судя по прошлому началу боя. Так, мы видим трех противников. А наших... А, наших тоже четверо. Все нормально. В смысле, тоже как в прошлый раз. Так, чувак с луком, с мечом, с мечом. И вот чувак без. Нас бы интересовало как-то его пристрелить лучником. Естественно, пристрелить полностью так не получится. Прямо вот пристрелить, пристрелить. Ну, по крайней мере... Да, нормально стоят. Убедили. Так, идем сюда. Атакуем. Снимаем немножко брони. Идем... А, наконец, бой не нажал. Так, идем сюда. И бьем в спину. Парни простые, что мы можем первой помощи оказать. Хорошо пришло. И, наверное, мы боем не связаны. Пойдем отсюда. Так. Ага, он уже связан боем с этим теперь, да? А этот что нажал? Прицелится? Интересно. Так, сейчас бы я хотел ходить лучником. Вот сюда. Да. Так, что мы можем... Урон на два. А без этого фокуса сколько мы дадим ему? Пять. Давай с этим фокусом. И крит. Отлично. Так, мужика с молотом мы потеряли. Так, и давайте отбежим маленько. Чтоб нас потом не потерять. Так. И у этого броня есть. Давайте снимать эту броню. А у нас тоже есть раз. О! Это же шикарно. Отлично. Слушай, много брони у товарища, а? Нам бы отойти, наверное. Ох, нашему танку наваливают тут со всей дури. Так, у этого еще броня осталась. Давайте брони лишать его. Правда, отступить он теперь не может, он связан боем. В принципе, не сильно хотелось. Так, а вот в спину предложить товарищу, это прям золотое дело. Слушай, или вот этому лучше. Подожди, может я еще этим могу походить? Да. Давай лучше тогда этого главнюка. Маленько попытаемся пострелять в него. Ай-яй-яй-яй. Это, между прочим, был крит. Ну что? Да, если крит, то это фраг. Отлично. Вместе с фрагом приходит голова... Гальванизда. Так, с нами какой-нибудь защитный маневр. Ничего тут нету. Первый уровень, товарищи. Какой нафиг. Какой защитный маневр? Новый раунд. Просто объем. Может, надо было кем-нибудь другим урон выбрать? Вся броня разгломана. Удар в спину. И критануло. Ну что ж, хорошо. Маленько у дезертиров получились золкта. Алидна получила уровень. Вот. Может, я переименовать как-то? Вот. А то... Непроизносимое слово какое-то. Так, и давай дальше. Встретим. Тикс. Отремонтируется броню. А, почему отремонтируется? Кончились эти отмычки. Так, за дерево сходим. После еще каких-нибудь дезертировал, как какую-нибудь хрень найдем. Так, куда мы там идем? Ага, чуть выше, наверное, вот сюда надо идти. Может, только по земле быстрее было бы, чем по лесу. Ага, и что-то синенькое чернеется. Погнали. Руда. Шикарно. Цветочки. Так, они не захотят ли они сейчас мне зарплату? Вот тут. Так, я бы, по идее, уже где-то пришел. А, не совсем. Вот эту бочку можно исследовать. Было бы неплохо, если бы там было что. Кожа. Слушай, нам кожи не хватало, чтобы что-то построить. Доспех. Бомжа-доспех, который подходит к воинам первого уровня. Так, и долго мы тут будем ресурсы копать? Где-то вот сюда надо. Ну, башни туда-сюда. И, судя по всему, нам уже поспать. Поспим как можно позже. Ого, две пачки. А кто это? Волки. Вводим. Судя по всему, боя с волками нам не избежать. Четыре волка первого уровня. Пошли посмотрим, что это такое. Потом поспать, потом по миссии сражаться. А, типа, спать хотят. Ах ты ж, ё-моё. Сила и ловкость снижены на 50%. Вот это, блин, нехорошо. Так, лучник здесь. А, по идее, 14. ХП и нет брони? А, мы с ним справимся. Вы, товарищ, пожалуй, и начнёте этот бой. Подходим сюда. Стреляем. И кладем. Не знаю, как далеко волк ходит. Побежим далеко. Первый волк. Снял всю броню. Всю броню. А, всю броню. Так богато сказано. Конечно, всю броню он снял. У него брони 5 было. Так, мы сейчас волка свяжем. Развернём к этому. А, всё равно он воюет с этим. Интересно. Тогда нам лучше от этого уйти. Может, на какой-нибудь развернуться? Только можно посмотреть на волка. Почему никакой экшен? Он ничего уже не может сделать. Что вы хотите от меня? Так. Бой. Это в лицо, он не лучший бой. О, как раз чувак дубины. В кое-то веке прибежал. Давайте просто дубим мило. И отойдём. Как бы у парня брони поменьше. Так, дубина. Можешь двоих? Не может. Подойти тоже не может, потому что связан боем. Значит, бей одного. А дубина очень мало урона наносит. Ввиду того, что он всего лишь... Волка хорошо, так в оборот решили взять. Давайте вам тоже. В спину нам есть что предложить. Надо идти помогать нашему. Срочно идти помогать. Так. Каким образом? Он связан, волк, этот бой. Если в спину ему черкануть... Слушай, может лучше этому черкануть. 10 здоровья. Да. Должен убить. Должен убить. Только критом. Вот так вот. Так, дубина. Никуда не может идти, потому что связан боем. Неудачно. 6 яда. 6 яда. И очень близко 8 марта у нас тут. Следующим ходит вот эта собака. Надо бы ее пристрелить. Пристрелить. Не получилось спину пристрелить. Тогда утекай. Потому что следом за тобой придут. Так, наш воин умирает. А, он стоит и умирает. Хорошо. Это лучше, чем если бы он просто помер. Так, у этого 2 хп, у этого 5. Сколько мы нанесем? 4-5 урона. Значит, давайте вот этого бить. Есть. Теперь у нас урон увеличен. Бежим ближе к волку. Яда 6. Волки травят? Да что за фигня? Так. Бежим вот сюда. Не знаю. Воришка не воришка. Будем бить со спины. А, у нас сейчас плюс 50% урона. Так что мы аж 7 урона. Ну что, волчье мясо, кожа и кости. Все равно еда типа. Ну, давай забирать. Так. И какие-то мы слишком все сильно поврежденные. Давайте смотреть, что у этого за травма. Гангрена. Не получает крит хиты. Ну ладно, как мы с пережимом. А этого что? Урон снижен на 50%. Вот давай это полечим. Так. И давайте лагерем останавливаться. А то у нас жесткие дебафы. Нас надо покормить волчатины с хлебом. Пойдет. Уровень опасности 80%. То есть нам отдохнуть не надо, да? Не заплатили компонентам. Надо было все-таки в город бежать за наградой. Мы не можем заплатить сейчас. И что ты будешь делать? Да. Мораль, наверное, будет у нас минус 1. Да, недовольны они положением оба платья. Мы теряем пятен в клиенса. И настроение падает очень сильно. Так падает настроение. У нас, соответственно, 20% что кто-то свалит. Ощущение варианта. Так. Где эти черти? Срочно на них нападаем. Надеюсь, они не будут на этот раз волками прикрываться. Вот они. Слушай, а мы там ранены. Без брони. Может, не самый лучший вариант был нападать. Надо было все-таки идти в город. Каждый раз перезаряжаться. Сразу два квеста делать. Это фигня. Идея. Так. У нас есть мужик с дубиной. И два воина. Войны поменьше урон наносят. А с дубиной, товарищ, опасно выглядит. Так. Как-нибудь. Отсюда. Если я прибегу его за пулю. Нормально будет здесь. Этот. Здесь этот. Как-то так. Начнем бой вот так. Отсюда. Товарища с дубиной. Спровоцируем. Следующий лучник. Да, без проблем. Чуть-чуть подойдет. Увеличить себе урон. И в спину товарища. Сто процентов. Хорошо. И назад отойдем. Ибо нефиг. Так. Ты докуда-то хочешь мнить. А. Тот еще конец хода не нужен. Эх. Батяня. Так. Этот начинает. Что-то тут целиться. Понятно. Слушай, этот с дубиной. Отсюда бы, наверное, двоих. Стук. Давайте. И попробуем-то им. Чуть-чуть не доходит. А-а-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Нам где-нибудь вот отсюда, наверное, надо бить. Он вообще может? Да. Может этого бить. Есть. Даже крит. И отойдем. И воришка в спину должен добить. Минус один. Есть. Так. И пожалуй, я отойду. Только похоже, нашего танка сейчас попытаются нас торгать. Эх. Собственно, танк. А танк ходить не может, потому что он боем связан. Все. Так. Готовченко. Мы можем вот этому товарищу дать дубиной по башке. Вот так. Этот тоже в броне. Так. Давай, наверное, все-таки вот это мы будем бить дубиной где-то вот от... А, не двигаем до туда. Тогда отсюда. И свяжем его боем. Чтобы он не мешал нашему. Двадцать два. Да, шесть брони всего лишь сняли. Неплохо так. Так. Ну а ты что? О! Восемь брони снял. Ох ты назад. Как нехило он. Да, все-таки босс он, блин, а то и босс. Давай боссу в спину затарим с ножика. Посмотрим, как он держит удар в спину. Отбежимся. Чтоб лучник не стрельнул ему. И сейчас с лучником прибежим. Тоже еще в спину постреляем. Тикс. Тридцать пять здоровья. Шестнадцать крит. Хорошо. Отойдем. Совсем пять хп осталось у нашего товарища. Раунд закончился. Так. Тут, наверное, самый эффективный будет это у нас воришка. Он, если повезет, то и все девятнадцать может снять. Так. Отходим. Вообще-то отходим. Да, смогли. Тикс. Ну, ты совсем плохо. Совсем плохой. Совсем больной. О, один хп. Ну, по крайней мере, не травма. Гарантированно. Так. Ну, и дубины по спине. Наша простая сельская магия. Дубины по спине. На. Выжил. Ах, ты шлемая. Что-то мы ходим. Да, мы ходим. Отлично. Два хп мы точно снесем. Да. Сам себе создал трудности, чтобы теперь с ней бороться успешно. Так. Ну, у нас тут похода уровни. Что нам уровни дадут? Только выше зарплату. Это наш лучник. О, это тот самый третий уровень. Плюс три декстерити, плюс два декстерити, плюс восемь крит. Мне нравится плюс три декстерити, и мы получим рекойл шот. Неплохо. Берем. Восемнадцать декстерити, девятнадцать декстерити. О, пошел процесс. Пошел продимый. А это кто? А, это тот самый мужик с дубинкой. Броня ноль. То есть, этот самый тряпки его ничего не дают. Ну, дубинка целая. Так, а что ему тут? У него сила, насколько я помню. Давайте силу. Это третий уровень, да. Сила плюс два, крит плюс два, мув плюс один, конституция минус четыре. У нас конституция тридцать четыре в данный момент. Что он делает? Он, это атака какая-то. Выходит из боя здесь гейдж, и атакует по прямой линии. Наносит шесть урона всем, кто на пути. Вот, и замедляет их на один ход. Это довольно дорогая. Семь урона всем юнитам. Плюс четыре конституции, минус один сила. Что-то непонятно. Это смашер, это вангард, это дестроер. Дестроер красиво выглядит. Семь девять урона. И слабость накладок внутри хода. Очень неплохо. Конституция плюс десять тренс. Нет, давайте пойдем через стренс и криты, и мувминт плюс один. Вот это вот мне нравится. Пока возьмем силу. Как-то вот так. Все, нам срочно бежать домой. Ну, не домой, а где там задание наше. Как будто бы из последних сил мы туда бежим. Ё-моё, вы кто? Или может можно было напасть? Как-то не выглядит тут такими слишком уж категорически сложными бои. Так, Watch Tower. Мы же, мы видели не Watch Tower, мы были в тюрьме. А это дозорная башня. Пошли в дозорную башню сходим. Еды какую тут купите? Поговорить. Пожалуйста, развяжи меня, я тебя прошу. Легион вернется назад в любую минуту. Я не опасен. Я был заставлен служить мои таланты как кузнец. И, однако, я убежал. Легион хочет получить меня обратно. Ну, давай освободим. Нужна одна-однокмычка. И новая профессия. Воришка. Так, ну, воришка, ну, думаю, сразу рейнджеру предложим воришку. Плюс один текстерить Ива. Конфирм. Ах ты ж, ё-моё, тут не просто так. А! Я сломал её. Да. Ну, извини, братюня. Это надо накрафтить этих. Что-нибудь ещё тут. С кого не ездить можно? Нельзя. Когда уходим. Чёрт, классный чувак сидел. А с этими поговорить? Стопайте мне ещё за вами бегать. Поторговать можно. Еда, тряпки, специи. Рубины по 18. Атаковать можно и уйти. Можно продать за ноль. Руду. Не знаю, чем торговать. Кроме рубины. А уж тем более воровать-то я не собираюсь никак. Цветочки, наверное, не пойду я за цветочками. Так, вот по этой дороге мы сейчас вернёмся к деревеньке. Желательно нам вернуться до того времени, когда они затребуют лагерь. Потому что 115 монет они захотят. Нам 3 монеты не хватает. Так что мы будем идти, даже не выспавшиеся. Опять цветочки игнорируем. Какой-то два трупа лежит. Давайте проверим. Может, какого лута добудем. Ага, тряпку. А с этого три тряпки. Это более жирный был. Так. Я думаю, тут ещё будем ходить. Пока из последних сил рвёмся в город. Забрать награду. И тогда сможем платить ежедневную свою зарплату наёмникам. Они не разбегутся. А то 20% уже в данный момент прямо у нас есть возможность, что кто-то разбежится. Итак, таверна. Ну что. Мы собираем баунтер. Есть 310 баунтер. Мы заработали отлично, отлично, шикарно. Есть тяжёлая, есть лёгкая на 190, лёгкая на 150. Берём лёгкая на 190. И в этот раз не жадничаем всё. Одно лёгкое на 190. Так. И кто у нас есть? Лугна и Айдик. Так мы, по-моему, с ними и говорили, да? То есть никого нового не появилось за это время. Тётка с вилами. И мужик ещё один вон. Но у него хоть 9 брони. Так. Что может нам предложить товарищ? За 18 рубин. О, уже получше. Так. Пирог 26. Давайте пирог заберём. Может пивасика по 4. Дороговато пиво. Пиво пить вредно, мужики. А тут что-нибудь ещё можно выделить? Вроде нет. Так. Так. Ну, у нас как-то... Как сильно наши больны? Один только болен, по сути. Троим надо броню отремонтировать, а один болен. Ха-ха. Это решаемо. Имея теперь 390 монет. Господин кузнец. Нам, пожалуйста, за 8 монет отремонтируем лично. Пару походных. Ладно, 3 походных возьмём. И там у нас кузнец где-то был. Кузнец, 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 кузнец. Кто ж у нас был кузнецом-то? По-моему, с Ворсман. Так. Ну, надо что-то одно оставить. Я так понимаю, это профессию легко менять, но остаётся одна. И вот мы можем собрать тунику. О, блин. Да мы таких можем несколько скрафтить. А я так думаю, что мы 3 и крафтим. А, о. Я запорол. Твою мать. Ладно, продолжаем. Тут всё сопровождается мини-играми. Хоп, хоп. Так, на этот раз не успел. Но всё равно такая же. Дайте какую-нибудь получше скрафтить там. Эй. Да. Стараюсь изо всех сил. Всё равно простая туника. Ну, хорошо. Ну, по крайней мере, то есть, это туника лучше, чем то броня, что у них одета. Вот. И я 4 щита ещё могу скрафтить. Единственное, что мне 4 щита не нужны. А, ну мы можем попытаться щит хорошего качества скрафтить. Смайл, шилд. Опять же, мы им продать можем этот щит свой. Крафтим дальше щиты. Может, освоить... Не, я успел. О! Blacksmith Apprentice стал он. И superior качество. Во! Вот! Усо хорошо. В принципе, у нас есть один superior щит. А, что-то они оба с теком. А, они оба со звёздочкой. Текс, давай одеваться. Тек. Товарищ ранен. Ладно, пока одеваться. Давайте зайдём во птичку. Купим зелёных баночек. Наверное, штучки 3 надо банки купить. Слушай, а у него 2 всего осталось. Лагерь. И кто там у нас болеет? Ух ты ж! И что? Одной бутылкой не лечится? Как всё хитро тут у вас схвачено. Ладно. Ну что? Можно эту броню? Да, можно. Она 3 брони добавит. Отлично. Этот щит можно? О-о-о! Плюс 3 брони. И гвард плюс 1 какой-то. И скилл протекшн получаю. Вот это шикардос. У меня крутой кузнец. О! Успокоился мужик и сел. Так. Наш рейнджер. Он может? Армор? Да. Отлично. Щит не умеет носить. Как я ожидал, собственно. Ты, товарищ. Армор. Станет 11. Так. Мне бы ещё один армор скрафтить, слушай. И вот луч. А! Лучнику, в принципе, если не будет армора. Тем более, что у нас есть хоть какое-то улучшение. Так. Теперь. Понятно. То есть профессии менять легко, но может быть только одна профессия прокачивается, я так понимаю. Да? Так. Что у нас со знаниями? Знаний новых. Возможно, добавились. Так. Вот где оружие прячется. Пять руды. У нас есть пять руды. Дерево. У нас есть дерево. Острый даджер. Для третьего уровня. У нас есть третий уровень. Учим. Скрафтить один, чтобы открыть новый рецепт в компендиуме. А! То есть я скрафчу его и получу новый рецепт. Ну что, погнали. Это выглядит очень интересно. Вот наша крафтюлька. Крафтюлечка. Вот наша кузница. Вот наш аппрентипс. Не хухры-мухры. Шарп даже. А! Так это как раз, по-моему, для аппрентипса. Да? И так у нас есть 5.1 форж. Ну что ж. Острый даджер. Хотите? Да. Острый даджер. Сложнее ли будет мини-игра? Ну если помнить, что мини-игра нас ожидает, то, собственно, не особо сложно. И первый раз, когда крафтишь, получаешь бонус. Рецепт. Хорошо. Так. Больше мы скрафтить не можем. А! Можем. И я, наверное, крафчу еще один нож. В надежде получить хорошее качество. Ну, похоже, мы простой нож получили. Окей. Нет, со звездой. Нож не простой. Нож со звездой. Пойдем. Придадим его сейчас нашему ларишке. Свордсмен. Охотник. Вангард. Вот. Наш урока. Вот наш плюс 10. А говорит, урин третий нужен. А тут все лишь второй верн. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть рановато мы еще сделали это дело. Окей. И с крафтом разобрались. С аптекой разобрались. С пином. Мы можем нанять еще кого-нибудь. Давайте смотреть. Чувак с вилами. Ну, вообще не впечатляет. Блин. У нас есть сейчас два ножа. Нам бы взять этого самого. А как сделать, чтобы место появилось? Непонятно. Так, пошли на рынок. И на рынке нас интересует момент. Это продать броню. Одиннадцать монет. Ворота эти. Броню. И бомжи броню. Отлично. Щит наш собственного крафта. Со звездой. Дублет ринг-лидера. Это вообще желтая шмотка, блин. Да, что-то я достал крутое. Ножик скрафтил синий. То есть по цветам еще шмот отличается. Понятно. Текст. Рубин по восемнадцать. Ну, похоже, это была самая большая цена. Кто бы предлагал? Бродячие торговцы предлагали по пятнадцать купить его. Так. Можно немножко одежды купить по четыре. О, цена снижена. Давай купим пока. Очень дешево. Вот загрузка, если что. То есть у нас не бесконечный вес. У нас есть один щит и два ножа. с собой покидаем, товарища. Так, что ты? А ты все время будешь просить? Только один раз попросил. Так, что тут с едой? У нас еды на четыре дня. Хм. Наверное, мы не будем брать еду. Ох, тем более красть. Тем более красть не будем. Но проверить надо. Никаких скидок сегодня. Так, вот этот что-то хотел. Отполировать на броню. Да и он украл у нас 20 монет и убежал. Больше он здесь не сидит. Побежали за ним. И порядок. Будет всякая эта фигня у нас красть. Где он? Вот он, пошли. Маленько не выспались, но не важно. Даже не мыспавшись, мы его догоним. Итак, как вы меня нашли? Угрожать. Получено за 20 монет. Атаковать. Да? Я буду его атаковать. Хоть он и третьего уровня. Так. Вот наши 4 товарища хотят спать. Вот этот гаупил. Беженец. Далеко от нас не убежишь. Лучник. Так, так, так. Да, вроде все нормально. Вот этот начинает бой, бежит сюда. Бьет товарища. Связывает боем. Чувачок с дубиной. А, конец боя. Чувак с дубиной бежит сюда. Пока у него броня есть, у нас будет повышенный ром. Отойди, не мешай. Лучник может... А, конец хода. Лучник может не достает. Стрельню, 100%. Да? Конец хода. И воришка в спину. Ё-моё, это все один беженец. Ничего себе. Ну, крит. Это хорошо. Вот такой простой беженец. Соответственно, мы с него тунику забрали. Три яблока, 20 монет. Ну, а что делать? Так. И наш сворсман получил уверен. Так, но мы ему не хотели. О! Итак, у него есть хэви армор. Хэви армор, медиум армор. Ага. Лайт армор ни у кого нету. Ё-моё. Так, здесь он получит 12 конституций. Здесь 6 конституций, 2 крита. Здесь 1 силы, 1 крит. Что еще? Навык. А, зато медиум армор. Вот здесь навык файл на лблоу с репостом. Звучит интересно. Давайте остановимся на этом. Урон от силы. Так что берем силу. Хотя в живучесть-то, наверное, может танку тут же не так плохо. Зачем танку ДПС? И лагерь. На этот раз у нас есть все, чтобы... Так, давайте доедать. Мясо. Хлеб. Пойдет, наверное. Или... Давайте вот это, оно тяжелое, судя по всему. Съедим мясо с мясом. Может, не порядок. Добавим яблок. Ага. Платить. Платим на этот раз. И отдыхаем. О! Настроение плюс один. Все. Отлично. Мы смогли восстановить. Камбэк-тус, так сказать. Правда, не наняли пятого до сих пор. Но, по крайней мере, мы... 240 монет имеем. И это самое так. А где наш, собственно, товарищ? Вот здесь. Ну и все, пошли. Пошли сражаться. А тут немного, немало шахты. Освободить шахту. Награда 190 монет. Здесь два рейдера. Два хенчмена. Вполне нам по зубам. Так. Вот только... Четверо все же, черт возьми. У нас до сих пор четверо. Не нанял я наемника. Это неправильно. Так, два с дубинами. Лучников нету. Есть танк. Есть тоже дубина. Есть вазишка. И есть лучник. Лучник, собственно, начинает. Рикоил шоу. Отталкивает чувака и накладывает на него слабости. А это просто увеличенный урон. Так, давайте подойдем вперед. Используем рекойл. Чего-ка оттолкнет, и он получит замедление, соответственно... Вторая атака? А, то был рекойл, а это атака. Ну, как интересно. Неплохо. Да еще и критану. Побежали отсюда. Я чуть-чуть не добежал. Подождите. Так. Что у вас есть нам сказать? У нас есть протекшн на три раунда. Урон снижается на 30%. И финальный удар с репостом. Шикарно, слушай. Как-то нам так стать, чтобы спину защитить. Или мы вообще не будем сражаться? Давайте это хотите. Так. Так. Есть связание обоим. Это хромой? Нет, это обыкновенное. Нормально. Так. Значит, мы можем сейчас сделать final blow. С репостом. Простой удар. Вообще мое почтение. Слушай. Хромой, видите, не смог прибежать. Так. К нам на пассажок. А, вот этот еще не ходил. Да. Если мы ближе подойдем, как бы успеет добежать. А какие у нас варианты? Надо фокусить товарища и отходить. Ну, как-то так. По идее, он не должен добежаться. Да. Чуть-чуть до лучника не добежать, конечно. Не самый лучший вариант, но все же. Так. Что лучник? Можешь сделать? Простой выстрел. И на все деньги убежать. Так. Хорошо. Общий. Без проблем. Нарядно. Может подойти. Отоварить. И убежать. Как-то так. А тут репост. Здравствуйте. Так. Дубинка. Дубинка. А мы не хотим сражаться. Вот что-то пропало настроение. А вы как, мужики? О, решил прицелиться. Ммм. Это ты удачно. Это ты удачнейшим образом решил прицелиться. Мы тут пока твоего дружка разберем. Вег. А, надо было конец года. Лучник. Да, вполне может лучник стрелять. Сто процентов отсюда. Критануло. И это уже похоже на привет. Подходи. Кто хочет на колыбу подходи по одному. Четвером у вас тут быстро размотаем. Четвером. Четвером. Ты даешь слушай, черт. А, ну вот все. Демо-версия здесь заканчивается. Ну, собственно, было очень интересно. Конечно, много чего мы не успели. Вот. Не самое интересное было раздача. Слабые какие-то были воришки, слабые лучники. Вот мы их пытались исправить как могли. Ну, вот такая игра. Буду ждать ее с нетерпением. А на этом пока все, друзья. Всем удачи. Пока-пока.